Здравствуйте, наши любимые, замечательные, верные наши зрители, передача «Живая коллекция». На улице осень, идет дождь. Мы благодарны клубу «Бедные люди», который сегодня в такую пасмурную погоду предоставил нам свою крышу для съемки передачи, которая по-настоящему уникальна. А уникальна она потому, что сегодня у нас на сцене трио Андрея Сапунова. Я чувствую время, как чувствую сердце, дыхание ноты, Как чувствует зрение незаконное пространство, Как делится голос на выдох и вдох. Секундная стрелка считает минуты, я знаю, Года — это дети столетий, я знаю, я знаю. Мечтами, желаниями, мыслями всеми стараюсь всё время Порвать эти сети, найти перекрёсток дорог И дальше идти непривычную сторону к смерти От юности к старости из дому из-за порог И дальше идти непривычную сторону к смерти От юности к старости из дому из-за порог Я знаю, когда это дети столетий, я знаю, я знаю. Редактор субтитров А.Семкин Я эту дорогу пройду до конца на коленях, И время сначала покажется облаком маленьким-маленьким, Легким, далеким-далеким настолько. Легким, далеким-далеким-далеким настолько. Только что было, и вот уже нет, И растаяло в небе, как осень, как ночь и как дым. Редактор субтитров А.Семкин Гитара начал увлекаться где-нибудь, наверное, в классе четвертом, пятом. Потом играл в институтском ансамбле. Потом в армии играл. Потом после армии. После армии попал к Стасу Номину. Замечательный его коллектив. После Стаса было училище Гнесиных. После Гнесинского училища два года работы у Маликова. А, нет, все Гнесинское училище было в воскресенье. После Гнесинки. Маликов был два года, после этого был Лотос. После этого был Ленком два месяца. Или три. После этого... Был период, когда я играл с Вадимом Галатвиновым, с Александром Чененковым, с Андреем Леон Саровым. Потом компания с Алексеем Романовым и Ирием Китаевым. Потом запись пластинки под названием «Семь вещей» с Алексеем Романовым и с Андреем Кобзоном. Потом опять воскресенье началось. И вот где-то полтора года назад мы придумали вот это трио. «Семь вещей» с Алексеем Романовым и Ирием Китаевым. Началось уже и вечер, небо выжег до красна. Лег на крыши и на плечи положил усталость сна. Крыльями листьев опавшим ветер уносит осень. Сколько теперь на ваших вечер? Наверное, восемь. Началось уже. Началось уже. Город не скрывал зевоту, ветер плакал в унисон. Вечер лег на позолоту, осень уходила в сон. Вечер принес усталость, на плечи начало. Сколько еще осталось? Вечер уже началось. Началось уже. Вечер. 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 Весер. Вечер. Вечер. И вечер, город, осень, первый снег Неоконченные речи, непонятные во сне Вечер зимой уставший, сложил свои полномочия Сколько теперь на ваше начало зимы и ночи Начало зимы и ночи, начало зимы и ночи Начал я заниматься музыкой, мне было 8, по-моему, или 7 лет Моя мама родная, имела прямое отношение к ансамбле «Цветы» Может помнишь, такой был ансамбль, Стасика, наверное И меня водили за ручку, потому что не на кого было ставить на репетицию, на концерт Как-то раз барабанщик Юра Фокин, тоже знаменитый такой человек Решал отдохнуть и показал мне, как играть Садил за инструментом, а с тех пор поигрываю Играю на роялях, на всяких клавишных инструментах Давно очень играю Ну, наверное, года 34 я только играю на фортепиано Я из музыкальной семьи Ну, естественно, как бы являюсь продолжателем традиций Если можно так банально сказать Вот мама моя, Тамара Минацарова, всем известна Отец у меня лауреат первого конкурса Чайковского, Эдуард Минацаров Вот, ну, у меня Я себя опять с шаблонами, с плечами ЦМШ Московской консерватории Класс профессора Флиера Вот, потом, как бы Из академического музыканта я постепенно Перешел в некую, в другую ипостась Может быть, по стопам мамы Потому что мама у меня была тоже, так сказать, консерваторка Класс фортепиано и вокала И все-таки потом стала эстрадной певицей Ну, что сказать Долгий, длительный путь в различных коллективах страны Начиная с 77-го года, скажем Такие группы, как «Апрель», в которой в свое время работал Игорь Тальков, покойный Потом с 79-го года самоцвета в течение почти семи лет Вот, там же мы, как бы, и познакомились с Андрюшкой У него было после воскресенья После всех неприятностей с группой «Воскресенье» Период работы у Ефёдовича Маликова Вот Ну, а потом, как бы, по жизни мы, так сказать, уже Ну, даже трудно сосчитать Лет 18 мы вместе Как говорилось Старина-экклезиаст Все суета-суеты, там районе Ким, сделай вопрос к мою гитару, подише, чуть-чуть впереди Субтитры создавал DimaTorzok Бег на месте за место От места до места совместно Если первенство, значит, за первое место Вместе порознь врозь в рассыпную Один за другим Бег куда, от кого и за кем Никому неизвестно Заплетаются ноги, глаза застилают усталость Безразлично, что там впереди Эшафот и дестал Я устал, я прощаюсь со многим Что в прошлом осталось Осталось немного Дожить, добежать До того, до такого, как стал Бег, бег, беглец От себя в погоне Безумец в попытке побега Бег куда, от кого и за кем От судьбы своей, как от беды По примятой траве, по булыжник улиц По облаку снега, на небо Чтобы так незаметными стали Расставили вместе со снегом На небе следы, следы Бег на месте От места до места Бег на месте От места до места Бег, 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 бег Андрюш, ну и как появился Лотос? Как твой, если так можно сказать, первый персональный проект? А он не был моим собственным проектом персональным. Там была первоначальная компания из Александра Слезунова, Михаила Капника, который был, как бы это сказать, базисом, материальной базой, на чем все это здесь делалось. И меня втроем, а потом туда подтянулись Алексей Коробков и Анатолий Шиванов. В качестве гитариста, Алексей Коробков в качестве барабанщика. Существует такое мнение субъективное, что музыка группы Лотос была неактуальна для своего времени за счет своей, может быть, чрезвычайной лиричности, мелодичности. Так ли это на самом деле? Да, действительно. Ну, мы-то как-то вот сочетались. Мы работали на одной сцене с группой «Мастер». Она до сих пор существует. Прямо на одной сцене, буквально по отделению. Ну, конечно, когда как. Поклонники металлических коллективов были прикреплены. А вообще, что касательно актуальности и актуальности, а может быть, наоборот. Многие говорили, что наоборот опередили время. «Мастер» Одинокий, забытый всеми Я брожу по пустым коридорам Мне кивают при встрече тени Да и те лишь с потухшим взором Листопад навевает скуку Предлагая в тоске спасенье Как во сне возникают звуки На кленовом холсте осеннем Улетают из неба Птицы и уносят с собой Небо научиться бы мне Молиться и любить научиться Мне бы Может, город тогда б не умер Не осыпался белым снегом Научиться бы просто думать И прощать научиться мне Илья, как Илья без ноги Все лежу и лежу на печи И гляжу я на те дороги По которым ходить мне нечем По дороге уходят В небыль пелена застилает Литься, научиться, учиться Мне бы Научиться бы мне Молиться И водицею из колодца Мне напиться бы до упаду Чтоб по зиму не из колодца Не осыпаться листопад Были группы «Воскресенье», «СВ», «Лотос» Расскажи о своей работе как сессионного музыканта, как гитариста в Ленкоме Когда «Лотос» закончился в 88-м, я придумал, где бы у нее находиться, чтобы хоть как-то жить, быть на плаву И придумал, что я пойду в Ленком, там старинные мои друзья Но жесткая система театральная оказалась неподвластна моей свободолюбивой натуре Не смог я там ужиться Там все-таки надо погружаться полностью в театр для того, чтобы существовать там Как это сказать, как рыба в воде А я не смог Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Поднялся, подул и понес крылья и паруса Искрами пламени прямо до звезд, прямо до звезд достал Ветер из леса, из листьев и трав, из нежности тех берез Все ароматы букет собрав, выносил и принес Они поднимаются, чтобы упасть, другие, чтобы лететь Выплеснуть ветром свободы страсть, выдохнуть и запеть Следом за ветром со стаей птиц, листья листать Листать, песнею стать И в природе лиц радостью прорастать Листать, песнею стать И это и то, и быть может иное Хотелось прославить мне бы Словами да здравствует вечно земное Дыхание доброго неба 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню твою жесткую оценку слова шоу-бизнес у нас в коридоре Востанкино перед началом съемки. Но ведь получается, что официальная и неофициальная музыка была всегда, всегда был андеграунд. И напротив, те, кого показывали по телевизору, крутили по радио, те, кто работали на больших сценах. Все-таки, твое мнение, что такое шоу-бизнес? Я бы назвал это, не знаю, сейчас стали называть шоу-бизнесом. Это очень похоже на официальную культуру. При помощи чего она делает, непонятно, заказывает музыку тот, кто платит деньги. Вот циничное выражение, но, тем не менее, по-моему, очень точное. Вот тогда кто давал деньги? Понятно, кто, да? Вот они под себя и подбирали артистов. Сейчас кто дает деньги, тоже понятно, тоже под себя подбирает артистов. Все. Ну, наверное, все хотят заработать деньги. Ну, в том числе и мы, конечно, на душе не отказались заработать денег. Если кто-нибудь нам заплатит за нашу музыку деньги, мы не откажемся. Шоу-бизнес. Я не знаю, что это такое. Я знаю, что и моя мама не знает, что это такое. Поэтому есть какие-то люди, которых кто-то перед длительными периодами, десятилетиями не видит на экране, допустим. Вот это шоу-бизнес. В принципе, я думаю, что все это явление временное. Шоу-бизнес будет развиваться своим путем, а, так сказать, люди, которые занимаются музыкой, будут развиваться своим путем. Субтитры сделал DimaTorzok Уйти из дома Чтоб каждый новый взгляд Был чем-то новым И чем-то старым Словно шаг назад Смотреть в глаза Скрывать усталость Глаза в глаза За шагом шаг И это все, что, кажется, осталось Так надо, значит, надо так Тик-так Попытки и поступки Тик-так И в ногу, и не в такт Тик-так И шаг за шагом Тупо так Надо, значит, надо так Тик-так Я шёл по незнакомым тротуарам И не боялся не смотреть назад И каждый новый взгляд Был чем-то старым И чем-то новым Каждый новый взгляд Тик-так Попытки и поступки Тик-так И в ногу и не так Тик-так И шаг за шагом Тупо так надо Значит надо так А как-то можешь объяснить, что вот уже 20 лет ты работаешь? На сцене, в самых интересных и ярких группах И в течение всего этого времени О тебе не писали В газетах Не было твоих развернутых персональных интервью Ты сам старался находиться в тени? Или тебя игнорировали? Да не знаю я ничего про это Игнорировал меня Либо это моё желание Это происходило каким-то естественным образом Никто мне не обрывал телефон Никто не добивался со мной встречи Может оно и к лучшему Ну а о чём разговаривать? Музыку надо слушать Философские сентенции Как правило находятся в других умах Не в умах музыкантов Наверное у философов У людей занимающихся этим Которые постоянно мыслят Ну а о чём рассказывать? О том, как я просыпаюсь с утра и чищу зубы? Ну точно так же, как все остальные Субтитры сделал DimaTorzok Говори, говори, говори ни о чём Говори об огне И о плаче свечи Январе, январе У тебя за плечом И в окне За окном даже ветер молчит Там у ночи в плену В тишине немоты Ты и я Наши тени Лежат на снегу Словно в раме окна Силуэт на горы Кто есть? Кто есть? Кто есть? Я Я понять не могу Силуэт на снегу Ты молчишь Ты молчишь Ты молчишь И в молчанье твоё Та же ночь Та же ночь Что и там за окном Только тени бывают Только тени бывают В молчанье вдвоём Только ночь С тишиною Всегда заодно Говори 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 Отвори твои двери И прость, отпусти Чтобы после поверить В начале зари Чтобы просто простить И покой обрести И покой обрести Андрей, а ты не пробовал Помогать молодым музыкантам Каким-то образом Может быть Продюсировать их деятельность Мне дочка моя Притащила Кассету каких-то своих друзей Давно Говорит Папа, послушай Я говорю Татьяна, для чего Мне это слушать? Она говорит Ну послушай Скажи что-нибудь Вот по этому поводу А я послушал Она говорит Ну говори Я говорю Ну что мне тебе сказать? Ну может быть Что-нибудь подскажешь? Я не знаю Что подсказывает Правда? Я вообще не знаю Что-нибудь Я в этом понимаю Точно так же Как они Каждый раз Делается Все Заново И причем Дело не в том Как ты Извлекаешь звук Может быть Это у тебя стало получше А? Какие-то переживания В какие-то платья Надо рядить Слова Песни Я точно так же В этом не понимаю Я могу предложить Но а что мне Говорить в пустое Я же не разговариваю С молодыми людьми Я разговариваю А посредственно Через свою дочь Я попросил ее Передать Вот то, что сейчас Сказал Ничего не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не торопясь упасть Кружится пестрый лист Бегают стрелки глаз По циферблатам лиц И отмеряя путь И назначая срок Будто бы невзначай Новый начни виток Снова натянут лук Снова взведен курок Новая нежность рук Прежняя твердость строк Солнечный счет часов Снова считать начни Я вью счастливых снов Светлыми станут дни Я наберу росы Капли живой воды Это твои часы Время моей беды Это твои глаза Из-за угла Песок Переведи назад Стрелки своих часов Ветер сорвет листок Бросит земле на грудь Знаю, окончен срок Верю, назначен путь Выброси все из рук Падай, лети, кружась Но замыкая круг Не торопись упасть С новой строки не жаль Новый начать строкой Круче сверни спираль Маятник тронь рукой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Андрей, расскажи о музыкантах, с которыми ты работаешь Может быть, не с точки зрения их музыкального профессионализма А об их человеческих качествах А как людям, это мои друзья близкие И Андрей, и Алексей Давнишние и старинные мои близкие друзья А у меня так получается, что в жизни Что я играю все время с друзьями Меня это очень радует Слон, 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 слон Малиновые реки И спокойно По веки Шел в руку сон Были небылица Дили-тили, дон-дон А что не случилось И что не случится Слон, 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 слон Будет не разбудит Дальше что Там будет Смотрел на ладонь Глядя на дорогу Дили-тили, дон-дон Налеко далеко Пророку до Бога Пророку до Бога Пророку до Бога Солн, слон, слон Падал на ступени Все обитые пороги В прах и стертые колени Слон, слон, слон Покатил водою Справлюсь сам С собою Сяду на трон Венчаюсь на царство Дили-тили, дон-дон Ох, короны Не шапка И не лекарство Заболила искра Загудели колокола Залетела стрела В тихую обитель Пламенем пылает пожар И спешит Уберечь алтарь Старый звонарь Ангел мой хранитель Звон, звон, звон Душу переполнил Все, что смог И исполнил Клятва Не стон Да песня, как молитва Тили-тили, дон-дон Ох, на сердце крапива Да острая бритва Заболила искра Загудели колокола Залетела стрела В тихую обитель Пламенем пылает пожар И спешит Уберечь алтарь Старый звонарь Ангел мой хранитель Сон, сон, сон Малиновые реки Тили-тили, дон-дон Музыка Это терапия своеобразная И ты терапевт человеческих душ Потому что ты своей музыкой Помогаешь им выжить Дай пару советов Для наших зрителей Что нужно делать И как нужно жить Чтобы оставаться людьми В наше тяжелое время Надо быть добрым Внимательным Каким-то, не знаю Ласковым Что не всегда удается Не укради, не убей Все одно и то же Их не так много А то, в какую сторону Склоняется душа моя Там, я не знаю К этой поэзии К подобной музыке Однозначно невозможно Вот это получается так Потому что Вот у меня Учительница в третьем классе Сказала, что Андрюша, будь хорошим Смотри на небо А не в землю Я в чем-то неприличен А чем-то обеспечен Если обезличен Значит увлечен Похвалиться нечем Незачем и нечем Значит безразличен Значит ни при чем Сам собой завинчен Главное наличие На базаре птичьих Спрятаться легко Среди этих птичек Я почти отличен Но поеду спичек Вот бы был прикол У колодца нечем Незачем и нечем Я сутулю плечи Иногда грушу День прошел вчерашний И уже не страшно Снова мир домашний Я в себе рощу Среди этих птичек Много разных личик Челочек, косичек Я себе нашел Однако нет наличных Значит неприлично Лично мне Кому еще, кому еще Лично Лично Кому еще Кому еще Лично 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 Лично